Традиционно город на Березине принимает хоккейная команда из страны-соседки, России. На протяжении трех дней, со 2 по 4 августа, хоккеисты Стальных Лис из Магнитогорска, Тайфуна из Владивостока, Московский Крылья Советов и Бобруйский Динамошинник встречаются на льду, чтобы сразиться за звание победителя. Это ежегодный турнир, который проводится у нас в городе Бобруйске, и всегда приезжает топовая команда с Российской Федерации. Этот ход показал, что команда очень сильная, и, конечно, это в преддверии чемпионата МХЛ, это действительно можно побороться и показать уже свои силы. Под звуки фанфар на церемонии открытия с напутственными словами участников в ледяных состязаниях встречает председатель горосполкома. Поддерживает спортсменов, отмечает уровень организации турнира и глава Федерации хоккея Беларуси. Право почетного первого удара у Игоря Киселя и Александра Богдановича. Это очень хороший турнир перед началом сезона. Все команды, которые принимают участие в этом турнире, могут проверить свои силы, подкорректировать свою подготовку, либо состав к будущему сезону. И здорово, что мы имеем такую возможность принимать у себя команды из Российской Федерации. В первой игре Бобруйчане сталкиваются с командой из Дальнего Владивостока. Сперва, дав фору сопернику, динамовцы сумели восстановить паритет, а после и вырвать победу. Разгром 6-3. Следующий день соревнований менее удачный. Московские крылья советов смогли одержать верх над шинниками. В заключительной встрече повторится сценарий первый. 0-2. В счете ведут стальные лицы. Но болельщики радеют за черно-синих на максимум. Сейчас уступаем 2-0, но я уверен, что динамовцы не забьет. А так игра хорошая, в принципе. Немножко уступаем, но еще два периода, все, и сейчас сможем победить. Более за динамовцы, за наш город. Желаем удачи, чтобы хорошо сыграли. Пока не очень, но надеюсь, к концу игры они обойдут стальных лиц. Ощущения шикарные, потому что очень радостно наблюдать за игрой нашей команды. Даже несмотря на то, что сегодня пока что после первого периода результат не радует, но я верю в нашу команду и знаю, что мы самые сильные. Впечатления невероятные. Болею за родную команду «Динамо Шинник». Очень люблю хоккей и сегодня надеюсь на победу нашей команды. Второй период начинается с настроением на камбэк. Шинники отыгрывают две шайбы, но ход игры резко меняется. Стальные лисы выходят из ледяной схватки победителями, обеспечив себе очки в общем зачете. Турнир прошел хорошо, здорово. Понятно, что хотелось бы, чтобы мы стали победителями турнира, но цель турнира другая. Нужно обкатывать состав, смотреть на ту молодежь, которая сегодня в состав пришла и первый раз сегодня играли. Сегодня у нас вратарь дебютировал фактически. Поэтому, наверное, и хорошо, что таковы результаты. Нужно правильно делать выводы. А в целом организация хорошая, настроение прекрасное. Зритель пришел, все довольны. И будем надеяться, что традиции сохранятся, турнир будет традиционным, продолжаться и дальше. И результат спортивный будет еще лучше. Пьедестал победителей. После трех дней напряженной борьбы долгожданный момент. Время объявить триумфаторов. Почетное золото в этом году забирает крылья советов. Серебро достается стальным лисом. Бронза у Динамо Шинник. Для каждого участника памятные призы, индивидуальные награды. Международный турнир вновь становится жаркой подготовкой к началу нового сезона. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360.